Противники христианства Ну вот, как же власть, которая вас уничтожает, вы ее считаете божественной, и христиане требуют, или христианская вера требует покориться вот этой захватнической оккупационной власти. Это неверное толкование, но оно злонамеренно применяется врагами Христа, врагами христианства или просто неумными людьми, которые пытаются доказать, что они-то праведнее, чем христиане, потому что к христианству отношения не имеют, и, соответственно, к этому принципу. Естественно, остальные, все остальное, писание, все остальное, учение Христа, они просто либо не знают, либо отбрасывают им достаточно одного тезиса. Либо есть целая категория якобы православных людей, которые пытаются этот принцип поставить как выгодный для властей, и, соответственно, сделать для себя выгоду в рамках определенного политического режима. Склоняяя людей к покорности, эти псевдоправославные и в особенности опасные люди в рясах, когда они все это говорят, стремятся к тому, чтобы убедить православных в том, что богопротивная власть является на самом деле богопоставленной, и ей всячески надо проявлять уважение, даже служить ей не за страх, а за совесть. Это тоже суждение неверное, и мы между этих двух неверных суждений сейчас увидим, что есть истина, не такая уж она сложная, чтобы нельзя было бы ее найти самостоятельно, в собственных мыслях или в писаниях умнейших людей человечества, которые оставили по этому поводу свои комментарии. Итак, «несть бы власть, аще не от Бога» – так по-старославянски звучит эта фраза в Писании, либо «нет власти не от Бога», что не совсем правильно переведено. Вы даже на слух чувствуете, что есть определенная разница, и можно перевести несколько иначе, и чуть позднее я об этом скажу. Итак, читаем внимательно. «Несть бы власть, аще не от Бога». Во-первых, кому это послание? Это послание римлянам, это послание апостола Павла, это не слова Спасителя, это слова богодухновенные, но это слова направлены вполне конкретным людям во вполне конкретной исторической ситуации. То есть в ситуации, когда христиан Рима начали обвинять в том, что они возбуждают беспорядки против властей. И в послании римлянам апостол Павел произносит довольно длинную речь по разным аспектам жизни христианской общины Рима. И в частности касается этого вопроса не из первейших, а можно сказать в начале второй дюжины из рассмотренных вопросов. Это «Римлянам» 13 глава. Читаем внимательно стих 1-6, переведенный на современный русский язык. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящихся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отомститель в наказание делающему злое. И потому надо бы наповиноваться не только из страха наказания, но и по совести. И для сего вы и подать, и платите, ибо они Божьи служители, с тем самым постоянно занятые». Обратим внимание, речь говорится о власти, о власти, о принципе власти. Существующие же власти, про существующие власти, не какие-то, а именно ныне установленные в тот самый момент, когда это говорится. Здесь сказано про начальника, то есть элемент этой власти, который есть Божий слуга, не всякий начальник Божий слуга. Это надо тоже понимать, о чем идет речь. Это же глупость, представлять, что любая совокупность начальников является совокупностью Божьих судей. Когда пытаются толковать это положение «нет власти ни от Бога», сталинисты, православные сталинисты, то есть на самом деле сатанисты, самые настоящие извратители учения Бога нашего Иисуса Христа, вот они хотят, чтобы любая власть, на которую они укажут, считалась богоустановленной. Да это не так. И начальник, который над нами сегодня в Российской Федерации, это совершенно не Божий слуга. А другие власти, которые пытаются над нами измываться, это что, Божьи слуги? Не надо извращать то, что сказано. Вот то, что сказано, привязано к вполне конкретной ситуации, совершенно четко укладывается в учение, православное учение о власти. Да, о Бога установленной власти вы должны повиноваться не за страх, а за совесть. И речь идет именно о такой власти. Нет власти, которая не от Бога. Не есть бо власть, а еще не от Бога. Не то есть власть, что не от Бога. Это гораздо ближе, чем нынешний русскоязычный перевод «нет власти не от Бога». Не та власть, что не от Бога. Вот это правильная и оправданная форма смыслового перевода. Дальше мы читаем толкование святых отцов. Я выписал только некоторые в сокращенном виде. И они совершенно однозначно говорят, что никакой антихристианской власти, которая издевается над христианами, конечно, признавать за Богом поставленную христианин не может. А нынешняя власть в Российской Федерации и до этого советская социалистическая власть – это, да, можно покорность проявлять, потому что сваливание взелотства – это просто физическая гибель без всякого смысла. Вот какой смысл сейчас, например, выходить на баррикады? Ну, просто перебьют всех, вот и все. А это никак не прибавит ни шагу в сторону Бога к тому населению, которое уже совершенно в крае обезбожило, и ему ничего не надо, кроме похлебки. Вот кроме похлебки оно ничего и не получит. Вот об этой части послания римлянам апостола Павла Иоанн Златоуст говорит. «Есть бо власть, а еще не от Бога», – говорил апостол. «Как это? Неужели всякий начальник поставлен от Бога?» «Не то, – говорю я», – отвечает апостол. «У меня теперь идет речь не о каждом начальнике в отдельности, а о самой власти, существовании властей. Причем одни начальства, это другие подчиняются. И то обстоятельство, что все происходит не случайно и произвольно, так чтобы народы носились туда-сюда, подобно волнам, все это я называю делом Божьей премудрости. Поэтому апостол и не сказал, что нет начальника, который не был бы поставлен от Бога, но рассуждает вообще о сущности власти и говорит, «Несть власть, а еще не от Бога сущие же власти, а от Бога учнены суть». Василий Великий не спасает царь многую силу, но благодатью Божией к этому же фрагменту послания апостола. То есть это тоже относится именно к толкованию данного фрагмента. Речь идет о высшей власти, о царе. Даже он не спасается без благодати Божией. Что уж говорить о начальниках более низкого уровня, кто отступает от Божьей благодати или даже противостоит этой божественной благодати. Мы ни в коем случае не можем говорить о том, что мы будем покорны безблагодатной антихристианской власти. Не можем быть. Пусть это будет не восстание и баррикады, но внутри, в нашей душе мы ни в коем случае по велению этой власти добровольно не ходим и добровольно ей не подчиняемся. И только когда нас через силу ломят, тогда мы вынуждены в своей душе протестовать и объединяться в этом духовном протесте, без которого реального протеста, конечно, никогда возникнуть и не может. Феофан Затворник Из других мест Писания видно, что и начальники, такие и другие бывают по божескому промыслительному устроению. Только добрых и благодетельных поставляет Бог, а худых попускает быть начальниками в наказание за грехи людские. То есть есть и безблагодатные начальники. И что значит им подчиняться? В каком-то смысле мы вынуждены им подчиняться, но это не значит, что мы должны быть согласны с этой властью, которая в полной мере вокруг нас совершенно сатанинская уже. Митрополит Филарет Гроздов, святитель. Но как власть Отца несоответственно самим Отцом и не дарована Ему Сыном, а произошла вместе с человеком, то и того, кто сотворил человека, то и открывается, что глубочайший источник и высочайшее начало первой, а следовательно и всякой последующей между человеками власти есть в Боге. Из Него, во-первых, как изъясняется апостол, всякое Отечество на небесах и на земле именуется. Потом, когда сыны сынов разрождаются в народ и семейство возрастает в государство, необъятное для естественной власти отеческой, Бог дает всей власти новый искусственный образ и новое имя, и таким образом его премудростью царствие царствует. И далее, сколько бы ни продолжались народы, как бы ни изменялись государство, всегда посредством воздействующего промысла владеет высший царством человеческим. Это, по сути дела, учение власти. Это теория власти. А когда мы видим разрушение государств силами тех же чиновников, вот путинская шпана, это как раз те самые чиновники, которые подрывают богопоставленную власть, божественность самой власти подрывают и стремятся к уничтожению государства российского. Разве мы должны с ними быть согласны? Разве мы должны в душе своей с ними быть покорны? Если у нас будет возможность смести эту власть, мы сделаем это. Мы, христиане, конечно, пойдем, жертвенно пойдем на любые испытания для того, чтобы богопротивную власть смести. И эта власть не та, о которой говорил апостол Павел. Это надо четко и ясно понимать. Если вам недобросовестный священник будет втирать в голову, что вы должны быть покорны сатанистам, то отвернитесь от него и больше никогда к нему не обращайтесь за толкованиями священных текстов. Анастасия Синаид. Поскольку Бог в законе изрекает, дам вам начальство по сердцу вашему, то мы говорим, что те из начальствующих и царей, которые, суть, достойны таковой чести, назначаются Богом, а те же, которые по своему недостоинству являются негодными, поставляются либо по попущению Божьему, либо по Его воле для народа, заслужившего это. Давайте понимать, что мы сами должны измениться для того, чтобы исчезла вот эта поставленная по попущению власть за наши грехи. Мы испытания от нее терпим именно по этой причине. Это тот самый случай, когда говорят сами виноваты или народ имеет ту власть, которую заслуживает. Мы должны доказать, что мы не заслуживаем этой мерзостной власти. Исидор Пелусиот писал, «Что значит несть власть, ащи не от Бога?» и спрашивал, «Неужели каждый начальник поставляется Богом?» «Скажу на сие, и не прогневайся на меня, ибо скажу, не нечто пустое. Мне кажется, что ты и не читал Павловых изречений, или же не понял их. Апостол Павел не сказал, «Несть начальник, ащи не от Бога», но рассуждал о самом начальствовании, говоря, «Несть власть, ащи не от Бога». Понятно все уже сказано. Феодорит Кирский. Следует, однако, знать, что божественный апостол ставит начальство и подчинение ему в зависимости от проведения Божия, а не говорит, что тот или иной человек поставлен Богом для управления. Ведь не власть неправедных от поставления Бога, но устроение самой этой власти, поскольку, желая воспитать согрешающих, он попускает и то, чтобы ими правили дурные властители. Ориген. Неужели и та власть, которая преследует слуг Божиих, враждебно вере и подрывает религию, тоже от Бога? На это мы кратко ответим так. Всяко известно, что и зрение дано нам от Бога, и слух, и разумение. Но хотя мы имеем все это от Бога, но в нашей власти обратить зрение либо на добрые дела, либо на дурные. И то же самое можно сказать о слухе, о движении руки и о помыслах. Так что праведен суд Божий, когда данное нам на добро мы употребляем во зло, то есть на совершение нечестивых и постыдных дел. Так и всякая власть дана от Бога, добрым на хвалу, злому на отмщение, как говорит сам апостол в последующих строках. И поэтому праведен суд Божий в отношении тех, кто пользуется полученной властью для своих нечестивых дел, а не в соответствии с божественными законами. И это говорит нам о том, что мы сами можем быть рукой Божией, когда уничтожаем нечестивую власть. Власть нам будет в этом случае дана по божественному закону, и нам должны будут подчиниться те, кто неправедно властвовал и должен будет быть устранен от власти, отстранен от своих должностей и лишен начательственной должности. Наша власть будет властью, установленной от Бога, и поэтому мы не можем принимать всякую власть как незыблемую, в особенности, если она противоречит божественным установлениям. И резюмируя, надо сказать, что речь идет не о подчинении богопротивному начальнику, а о власти, самому принципу власти. Сам же принцип власти всегда во благо, ибо Господь не учреждает власти против самого себя, а злые власти ставят попущением в наказание за грехи, в научение тому, что есть благо. Никак не может быть назван Божьим слугой противник божественного принципа власти, а таковые сейчас сидят в Кремле и во многих европейских и всяких прочих правительствах, если он чиновник, который сам попирает этот принцип и является богоборцем и врагом государства. И он отвечает по грехам своим, а не получает данным принципом прощения только потому, что приобщился к богопоставленной власти. Исходя из этого, мы должны понимать тот принцип, о котором говорится, и не богохульствовать, объявляя любую власть божественной. Принцип власти божественной. И начальника мы не можем называть приобщившимся к божественной власти, если он христопродавец, враг Христа, враг государства российского, враг народа русского. Конечно, мы за ним никакой божественности не признаем и должны всеми силами противостоять ему, как обязан противостоять злу любой христианин. Слава Руси! Господи спаси! Слава Руси!